Здравствуйте, телепроект. Разберемся на телеканале ОТВ. Мы работаем в прямом эфире. Звоните нам по телефону 8-495-508-86-84. Присоединяйтесь к нашей беседе. А тема наша сегодня звучит так. 18 июля Общественная палата Одинцовского района инициировала проведение первого выездного приема на всей территории Одинцовского района членами Общественной палаты. Захар Юрьевич, расскажите о том, как родилась идея провести такой выездной прием. Это впервые. И не только в нашем районе, и не только в нашей области ни одна Общественная палата нашей страны не делала таких мероприятий до этого дня. Спасибо за добрые слова. Идея родилась следующим образом. Среди определенного круга жителей бытовало мнение, что Общественная палата заседает в душных кабинетах, обсуждают непонятно что. И было принято решение на Совете Общественной палаты, на котором присутствовали все представители комиссии, ну и соответственно я, было принято решение организовать к дню годовщины палаты выездное расширенное заседание. Расширенное почему? Потому что мы охватили абсолютно все поселения, все 16 поселений, одновременно был проведен прием. Ну я так могу сказать, что по количеству обращений от жителей, вот у нас 518 за год работы поступило обращение, и только за один день больше 160 обращений поступило со стороны жителей района. То есть я так понимаю, что не у всех жителей дальних поселений была возможность приехать и написать к нам обращение лично, может только не иметь доступ к интернету, но выйти на центральную площадь своего поселения и поговорить с порядочными, ответственными людьми, написать какое-то обращение, которое, кстати, будет обязательно рассмотрено, у людей получилось. Поэтому за один день больше 160 обращений. Но более того, даже в самые дальние уголки нашего района отправились члены общественной палаты и принимали жителей по определенному графику, но в 11 часов стартовал выездной прием во всех поселениях района. Во всех абсолютно повезло с погодой, ну где-то, может быть, не совсем повезло, накрапывал дождик. Кто-то попал под дождь. Да, выбирали места, где есть козырек какой-то, ну в общем был стол, стул и очень много листов бумаги с карандашами. Мы приняли абсолютно всех и с некоторых поселениях уезжали, вот у нас с 11 до часа был прием, с некоторых поселений уезжали в 2 часа, потому что люди обращались. Ну то есть, как говорится, приняли абсолютно все, что хотели жители. Но более того, не только общественники отправились по территориям Одинцовского района, но и наша съемочная группа. Я предлагаю сейчас посмотреть сюжет о том, как проходил выездной прием. Новая общественная палата работает с 12 июля 2014 года. За это время в нее поступило 518 обращений. Для связи с жителями общественники используют телефонную связь, интернет-порталы и живое общение. Теперь пришло время и выездных приемных. Бывает мнение, что общественная палата заседает в кабинетах, в вздушных залах, жалобы принимаются по каким-то определенным дням, не поймешь каким. Вот сегодня принимаем абсолютно всех. Суббота, выходной день, и каждый может обратиться с любым вопросом. В общественную палату зачастую обращаются люди, не удовлетворенные работой местных властей или желающие получить консультацию. Немало недовольных жителей пришли к общественникам и в субботу. По стоякам, что у нас потекли и испортился подъезд, с 2012 года чиновники практически ни на что не реагируют. Видимо, они привыкли только с зарплатой справляться, а вот с работой вопрос. Выездной прием по обращениям граждан организовали во всех поселениях района. Работали все восемь комиссий общественной палаты. Предварительные заявки на сайте общественников заполнили 62 человека. Об акции извещали через средства массовой информации и социальные сети. Во-первых, отношение к человеку. Во-вторых, знание законов, так сказать, от А до Я. Спасибо. Побольше бы таких людей и такого отношения к человеку, которого... Такого внимания сейчас очень и очень мало. Идея организовать выездные приемные уже давно витала в воздухе. Ведь основной инструмент общественников района – это постоянная обратная связь с жителями. Посмотрели сюжет. Захар Юрьевич, вот вы правильно сказали. Нельзя общественникам сидеть и ждать в душных кабинетах, когда придет население своими просьбами, жалобами. Нужно выходить в люди. Что вы, в общем-то, сделали своими соратниками, своими коллегами. Люди во всех территориях так реагировали? К сожалению, суперблагополучных поселений у нас в районе нет. Здесь какие-то свои определенные проблемы. Проблемы, например, там бывают бытового характера, бывают глобальные, которые, например, в нашей общественной палате, может быть, и не решить. Но, по крайней мере, озвучить их, привлечь к этому внимание не только средств массовой информации, а привлечь внимание администрации, даже правительства Московской области, это мы можем. Поэтому на некоторых поселениях обращений было не так много. Я имею в виду, где-то порядка 16-15, вот по жаворонкам, например, у нас. В некоторых поселениях завалили. Это Одинцово, лесной городок и прочее. Интерес был очень серьезный у жителей. То есть стояло, например, перед нашим столом приема на центральной площади. То есть к нашей акции действительно было повышенное внимание со стороны жителей. Но более того, это не только к акции, это вообще к общественникам и их работе повышенное внимание. То есть за год существования общественной палаты Одинцовского района второго созыва вы доказали, что вам можно и нужно доверять, и к вам нужно обращаться. И вы как раз-таки те помощники, которые постарайтесь решить проблемы обычных жителей, обычных граждан. Но, к сожалению, общественная палата не является панацеей от всех бед районного масштаба. Но, как я уже сказал, что привлечь внимание к проблемам мы можем и обязательно привлечем. Светлана Геннадьевна, какова статистика, сколько обращений было принято за этот день и какие поселения лидировали? В каких поселениях горячих вопросов больше всего? Захар Юрьевич сказал, что поступило порядка 160 обращений. И, честно говоря, количество мы считали по статистике самих комиссий выездных, которые выезжали на поселение. Потому что сейчас нам удалось обработать порядка 80 только обращений. Потому что в каждом обращении по 12 вопросов. То есть от одного, конечно, даже до 15 зашкаливает. И мы не успеваем... Это разные вопросы из разных отраслей. И мы должны понять, что это за вопрос, в какую-то комиссию относятся. И расписать таким образом, чтобы можно было работать. Мы делаем это в оперативном режиме. Сразу же, как каждое обращение обрабатывается, сразу же уходит в соответствующие комиссии. И у нас пошли первые выезды. Первые выезды пошли по комиссии ЖКХ и по комиссии по культуре. Больше всего обращений – это поселение Заречья. Там общественники просто не ожидали, когда подъехали к месту за 10 минут до начала приема, то там их ждала, тоже по словам, ждала такая огромная очередь людей, порядка 150 человек. Когда в конце концов было принято решение, что за два часа просто нет, работает каждого, возникло некоторое собрание и приняли коллективные обращения по общим вопросам. Всего подписи поставили под этим обращением, которое формулировали самые общественники вместе. Так что так волновало жителей Заречья? 202 человека. У жителей Заречья, в принципе, очень много общих вопросов. Основная проблема – это, конечно, удаленность поселения, возможность добраться до центральных районов усложнена. Очень много было пенсионеров, а пенсионеров по всем поселениям больше всего волнует только один вопрос. Это отмена льгот на проезд в город Москву. Это было не только Заречья, это было и по другим поселениям. Это красной нитью идет по всем поселениям, и жители просят муниципальную общественную палату обратиться и защитить интересы пенсионеров Одинцовского района. Ну, не только пенсионеры активничали в этот субботний день. Очень много было молодежи, которые выходили со своими предложениями, со своими инициативами. Расскажите об этом. Тем более, многие уже участвовали и участвуют в губернаторском конкурсе нашей Подмосковьи. А кто-то впервые узнал об этом, опять же, от общественников на этом выездном приеме. В план выездного приема входило как и предоставление информации о премии нашей Подмосковьи, даже прием заявок на премию нашей Подмосковьи. И, конечно, молодежь выходила с инициативами. Изучить и разобраться в общественной инициативе во время выездного приема было невозможно, в связи с тем, что жители приходили со своими проблемами. В связи с этим мы собрали информацию от молодежи, особенно общественников, и планируем проведение в ближайшее время именно собрания с этими активными людьми по общественным инициативам и по всем, которые поступят сейчас в это время, в ближайшие две недели. Захар Юрьевич, вот выездной прием – это все-таки разовая акция, или вы как-то планируете повторять ее? Или, может быть, сделать, уже проводить на регулярной основе? Как вы уже сказали, такая акция не проводилась никем, и поэтому хотели попробовать, что это такое, посмотреть, сколько придет жителей. Поняли, что это важно, и что такие мероприятия обязательно нужно проводить, как минимум, раз в квартал. Ну, с сентября начнем. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Юрий Васильевич, меня зовут. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, когда откроют дорогу на Подушкинскому шоссе с выездом на новую дорогу на Москву? Потому что Красногорка стоит, будет стоять с 1 сентября. Знаем. Улица Гора будет стоять. Ну, более того, эта ситуация с прошлой осенью началась и продолжается. Это только сейчас, в летний период, немножко разгрузились дороги. И этим вопросом активно занимались члены общественной палаты и продолжают заниматься. Это острый вопрос, да, Захар Юрьевич, я так понимаю? Здравствуйте, Юрий Васильевич. Действительно, вопрос очень острый. По этому поводу собирали неоднократное совещание с главой города, с главой района. Ситуация следующая. Согласно проекту, утвержденному в каких-то там 2005-2006 году, там действительно свозного движения быть не должно. Проект принят, Автодор построил вот эти все подъезды, все дороги. Соответственно, как бы сейчас, в данный момент возникла проблема загруженность Красногорского шоссе и невозможность выйти ни на платную трассу, ни на Подушкинское шоссе с Красногорским. То есть город стоит из-за одного вот этого, как бы, закрытого, как сказать, отростка. Да, сейчас в данный момент общественная палата, ну я уже, скажем так, где-то в районе полугода занимаюсь этим вопросом, написали обращение во все инстанции. Я так думаю, что все-таки отреагировали бы гораздо быстрее, нежели бы кризис экономический, финансовый. Поэтому вот я так думаю, что мы в любом случае этот вопрос пролоббируем, потому что глава района за... Ну, были неоднократные встречи с компанией Автодор. Глава сказала, что проезд будет открыт. Я так понимаю, здесь просто вопрос времени. Ну ведь в газете писали, что летом все сделают. Юрий Васильевич, к сожалению, в связи с этим кризисом, немножечко бюджет у нас, конечно, и в районе, так и в области дефицитный. Поэтому я так понимаю, когда ситуация изменится в лучшую сторону, это будет очень скоро. Проезд этот откроют в любом случае. Вы понимаете, в чем дело? Где-то надо строить дороги, где-то что-то делать, насыпь скатить. Но здесь все есть, дорога есть. Только открыть этот переезд и, пожалуйста, приезжай. И Красногорск будет свободнее. Нет, мы все это прекрасно понимаем. И более того, понимает это руководство района. Неоднократно проводили встречи с компанией Автодор. Здесь уже последнее слово за ними, потому что они являются собственниками этой дороги, платной дороги. И выезд действительно по проекту не был предусмотрен. Поэтому он закрыт, но вопрос решается. В любом случае, вы оставьте, пожалуйста, свои контакты. Мы передадим обращение комиссии по ЖКХ. С вами свяжутся, если будут какие-то подвижки в решении этого вопроса. Разъяснят, на какой стадии находятся. Поэтому, пожалуйста, оставьте ваш телефон. Первого сентября откроете? Бересич, нет. Все ждут? Первого сентября не откроем. Это очень плохо. Еще один вопрос. Вот проезд от Говора улицы до Рынка Каравайи. Вот сейчас вот этот участок, две школы, бассейн, АТС ваш, между прочим. Здесь вообще не проехать. Ни стоянок нет. Ничего нет. Ну, стоянки есть по обе стороны от здания АТС, которое вы сказали. Но дворовая территория, она просто не позволяет ее расширить. И это все-таки в компетенции города. Но можно, опять же, обращение передать в комиссию по ЖКХ, и они уже городскую администрацию города Одинцова обратятся, пусть за разъяснением, почему здесь не строят дополнительные парковки. Ну, как бы, вот за зданием поликлиники асфальтировали, парковку расширили за домом, за нашим зданием, где, в общем-то, находится студия Говорова 10. Тоже парковка имеется и расширенная она. А вот возле школ, ну, к сожалению, так было спроектировано, то, что на одном пятачке находятся, более того, две школы, несколько детских садов. А можно еще, это, конечно, очень сложно. В бассейн, зимой приезжает в бассейн столько машин. Я однажды насчитал 26 машин, и все в бассейн пошли. Вот там есть место, стоянку сделать. Люди с колясками идут в поликлинику, они по дороге идут. Ну, я думаю, это интересное предложение. Это интересное предложение, вы, пожалуйста, оставьте свои контакты, обязательно с вами свяжутся, и ваше обращение будет передано. У меня просто огромная просьба, да, по прямому эфиру. Спасибо, спасибо за звонок. Огромная просьба у меня остается по прямому эфиру, да, у нас просто есть случаи, когда вы звоните к нам, мы смотрим ваше обращение, и понимаем, что дозвониться мы вам, чтобы получить какие-то детали, просто выехать с вами на место мы не можем, потому что телефоны, которые вы оставляете, не соответствуют действительности. Мы звоним и получаем ответ, что здесь таких нет, и никуда мы не звонили, и никакой информации, то есть не получали. Дело в том, что телефон, который вы ставите с оператора, он регистрируется в официальном обращении в общественную палату, и вам обязательно отзваниваются, уточняют детали и начинают работать с тем обращением. Потому что поехать на объект без жителя, ну, мы констатируем какой-то факт, и часто не видим то, чего видите вы. Например, у нас было обращение по Можайскому шоссе 70 в прошлом, на прошлой передаче «Разберемся». К сожалению, до человека, который это обращение оставил, с этими же вопросами мы дозвониться не смогли. Выезд производился дважды на объект, общались с жителями этого, соответственно, двора, и подтвердилось буквально из шести пунктов, которые мы так прилежно выслушивали, и в прошлый раз там один пункт по сухим деревьям. Пожалуйста, поэтому оставляйте контакты. Поэтому, уважаемые телезрители, если вы дозваниваетесь в прямой эфир, и хотите, чтобы ваше обращение было принято, и по нему срочно велась работа, корректный номер оставляйте своего телефона, чтобы наш оператор мог к вам дозвониться. У нас звонок, я думаю, мы его принимаем. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Галина. Очень приятно, Галина. Уменьшите громкость телефона, точнее телевизора. Мы вас слушаем. У меня такой вопрос. Улица недели на девять в районе магазина перекресток экспресс. Частная такси организовала платную стоянку. Этих машин всегда очень много. Тараканов все равно. Не пройти, не проехать. А сейчас на такси какое? Разнообразное. Разные? Ну, вообще, наверное, какая-то компания такси. Там, наверное, машины 12 всегда стоят. А вы не помните, да, как называется компания? Да нет, я не смотрела. Можно же выяснить. Да, конечно, конечно, конечно. Не проехать, не проехать. Насколько это разрешено и возможно это? Хорошо. Спасибо. Спасибо за обращение. Спасибо. Итак, я так понимаю... Телефончик оставить. Телефончик вы оставили. Передастся обращение в профильную комиссию. Скорее всего, по ЖКХ. Да, да, и они уже будут разъяснять и разбираться в этом вопросе. Мы продолжаем. Вот все-таки выездной прием показал, что нуждаются люди в общественниках. Нуждаются в том, чтобы их слышали и услышали. Я скажу более. Жители заявляли о том, что они еще впервые видят, что общественники сами приезжали к жителям и просили рассказать о своих проблемах. То есть такую инициативу считают инновационной жители, а не только мы. Мы не ожидали такого отклика, мы не ожидали такого количества обращений. И мы посчитали, что примерно озвучено было около 500 вопросов, ну и по количеству обращений. И с учетом, что мы получали коллективные обращения в общественную палату, в этот день обратилось порядка тысячи человек в прием. Не самыми активными были некоторые поселения, но это может быть связано с организацией работы. И дело в том, что была попытка все-таки максимально принимать на улицы, на площади, в проходимых местах. Но не все поселения имеют такую возможность. Я думаю, мы будем совершенствоваться в этом направлении и будем дальше работать в этом вопросе. Удивительно было, что, наверное, один из таких актуальных вопросов для нас, в связи с тем, что хотя губернаторы инициативу благоустройства постоянно поддерживают, это вот состояние детских площадок и спортивных площадок. Это на втором месте вопрос. Вопрос там качества обслуживания этих площадок, ремонта и всего остального. Нам пришлось... Мы сейчас просто делим на две комиссии, потому что такое количество обращений. Мы понимаем, что комиссия по ЖКХ выехать на все просто не сможет. Так как мы планируем повторить выездной прием через квартал, и мы, соответственно, будем в тех поселениях, и придут и те люди, которые к нам уже обращались. Мы хотели какие-то ответы дать этим людям. Так же вживую, как говорят жители. Поэтому мы хотим максимально за этот квартал отработать все, что возможно. Мы сейчас работаем, группируем их, систематизируем, и стараемся работать с наиболее срочными и с тем, наверное, в первую очередь, которые можно решать вкупе. Продолжив буквально через минуту, у нас есть звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Добрый вечер, Дмитрий. Я житель улицы Можайского шефа, дом 189. У нас тут рядышком построили новый дом. 118, да. И у нас очень большая проблема с парковкой. Сейчас новые жители будут появлять, и у нас здесь тут самое поговорение с парковкой. Хотелось бы в общей местами решить вопрос, если можно. Мы приняли ваше обращение. Дмитрий, оставьте, пожалуйста, свой контактный телефон. В самое ближайшее время комиссия по ЖКХ с вами свяжется, встретится, я думаю, да, будет организован выезд. Возможно, вы встретитесь не один, а соберете какую-то инициативную группу. Как показывает практика, это гораздо более действенно. Соберете подписи, обращение уже, в общем-то, зарегистрировано. Зарегистрировано, потому что прямой эфир, я еще раз напомню, что программа и телепроект «Разберемся», прямой эфир — это возможность вам просто взять в руки сотовый телефон и обойтись. Спасибо вам большое, спасибо. Что хотелось еще отметить, да? Мы все продолжаем про выездной прием. То, что критичные вопросы, это понятно, да, есть. Но мы хотели еще посмотреть, так как одной из инициатив, еще в декабре общественной палаты были меры по открытости власти, да, которые были приняты. И мы вышли с предложением главе Одинцовского района. Некоторые моменты были решены, что-то еще, и что-то еще, я надеюсь, в работе. Но по обращениям, вопросы по открытости власти, по вопросам каким-то именно к самой власти, а не к каким-то проблемам — единица. То есть нас это на самом деле порадовало, да, что жители в основном довольны работой органов местного самоуправления. И мы решаем уже критичные вопросы. Что еще беспокоило? Беспокоило оригинальных льготников по вопросу недоступности лекарственных средств в аптеках, да? Люди пожилого возраста приходят с рецептами и не могут получить эти лекарства. На самом деле есть льготные лекарства, а есть лекарства, которые коммерческие. И да, действительно, этот же препарат может быть, но в льготном его нет в аптеке. То есть его не поставили по льготной системе и не могут выдать. В связи с этим пенсионеры, которые часто пользуются лекарствами, которым часто жизненно это необходимо, говорят о том, что купить лекарства в Одинцовском районе очень дорого, поэтому им приходится ездить в Москву. В связи с отменой льгот это становится еще более недоступным. Это просто удорожает. Да, если это бесплатно, соответственно. Мы даже спрашивали у пенсионеров, насколько экономия идет по лекарствам. Экономия идет до 300 и больше рублей. То есть две упаковки лекарств называла нам пожилая жительница района. И 150 рублей на одну упаковку экономии. Это 300 рублей на месяц нужно человеку, чтобы съездить за лекарствами. Да, если бы она купила лекарства в Одинцово или купила бы его в Москве. Да. Но хотелось бы отметить, что у нас у комиссии по здравоохранению есть акция, когда они обезжают аптеки. Сейчас вы ее озвучите буквально через минуту. У нас звонок. Хотела что-то рассказать. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Это меня слушают? Конечно. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Зовут меня Тамара Александровна. Живу я в Успенском. Добрый вечер, Тамара. В Успенском шоссе. Несколько лет назад, когда была другая общественная палата в другом составе, мы дошли в своей просьбе до той палаты. Значит, вопрос у нас такой. Несколько лет назад на Рублево-Успенском шоссе вдруг поменяли павильоны, где остановки автобусов. Поменяли на разные. В Барвихе, в Горках-Вторых шикарные павильоны стоят. А вот в селу Успенского и Горкам-Десятым достались пластиковые штуки, которые даже павильонами назвать нельзя. Значит, летом в них 100-градусная жара, как финская баня. На голове пластиковые павильоны. А вы работаете, да, в таком павильоне? Я правильно понимаю? А зимой льются снег и дождь со всех сторон. Мы доходили в просьбе до губернатора, потом до общественной палаты. Приезжали представители 13-го ДРСУ, посмотрели все это и сказали, что 100-процентное безобразие. Я хотела бы уточнить, Тамара Александровна, вы работаете в таком павильоне? А? Вы работаете сами в таком павильоне? Нет, вот я на пенсии уже. Но мы просим давно нам поменять вот эти павильоны. Особенно в горках десяток, где очень много студентов, людей утром едут. Когда вот их увидели, то сказали специалисты ДРСУ, что это 100-процентное безобразие. Ну, на этом все и кончилось. Да, Захар Юрьевич, прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Здравствуйте. Сейчас, в данный момент, будет проводиться глобальная реконструкция всех вот этих дорог, которые упираются в Рублево-Успенское шоссе. То есть Подушка, Красногорка, Первая Успенка, Вторая Успенка. В рамках этого будут проводиться, я надеюсь, публичные слушания, которые будут проводить дорожники с местными жителями. Мы, как общественная палата, гарантируем вам, что обязательно вопрос с остановочными пунктами, чтобы они были современные, дождем, чтобы не мочило ожидающих транспортных средств, обязательно будет поднят. Это вопрос озвучен и поднят. Поэтому будет план действия миссия забьем. Но более того, насколько мне известно, главный архитектор Одинцовского района уже представил проект того, как будут выглядеть новые остановочные павильоны. И они достаточно комфортные, удобные и для пассажиров, и для тех, кто осуществляет торговлю в этих местах. С Кириллом Завраженным у нас у общественников очень хороший диалог. Действительно прислушивается ко многим вопросам. И в любой момент его кабинет для общественной палаты открыт. Поэтому я так думаю, что первый вопрос, который мы зададим ему, вот после этой передачи, это будет вопрос, связанный с остановочными пунктами в нашем районе. И в частности в сельском поселении Успенской, поселке Горки, 10-е. Согласен. Итак, Захар Юрьевич, я знаю, что выездными приемами все не ограничится. Это раз будет ежеквартально общественная палата выезжать по всему Одинцовскому району с такими мероприятиями. Но еще планируется и закрепить членов общественной палаты, конкретных людей за конкретными поселениями. Вот в чем будет заключаться их работа и как она будет на деле осуществляться? Общественная палата состоит из 45 членов. Есть еще 106 экспертов, консультантов. Каждый из них проживает в каком-то определенном поселении. Ну, понятно, что большинство городского поселения Одинцова, но некоторые проживают и на Кубинке, и в Ершовском, и в Заречье. У нас очень сильный состав. Поэтому было принято решение, чтобы действительно продушные кабинеты все забыли, будем принимать по месту. Будет расклеен на досках информации в поселениях телефон члена общественной палаты, закрепленного за поселением. Он в любой момент может созвониться, связаться, встретиться и рассказать о какой-то своей проблеме. Это первое. Далее. Совсем недавно Общественная палата провела пресс-конференцию со всеми средствами массовой информации района. Все присутствовали, ответили на многие вопросы. Сейчас хотим отчитаться за год своей работы перед жителями. В скором времени будет назначена дата нашего годового отчета Общественной палаты перед жителями. Будет она, скорее всего, в ГДО, в Большой зал. Анонс обязательно будет и на сайтах Общественной палаты, и в средствах массовой информации. Ждем всех, кто хочет послушать, чем мы занимались этот год. Светлана Геннадьевна, вот какого отклика ожидаете от работы именно членов Общественной палаты по территориям закрепленным? Ну, мы ожидаем системного подхода, прежде всего, да? Мы об этом постоянно говорим на Общественной палате, на различных заседаниях. Я думаю, что будет что-то наподобие паспортов, проблем, с которыми мы будем работать, и в котором будет отражаться состояние той или иной проблемы. Насколько это будет публично, как мы будем публиковать, я думаю, что мы еще обсудим этот вопрос. И у нас на заседании, на следующем предназначном заседании, как раз в повестку включен этот вопрос, чтобы мы обсудили и поняли, в каком виде это будет. То есть, вот каким образом мы будем систематизировать проблемы. То есть, мы, статистика проблем у нас уже есть по поселениям. В основном, это одни и те же вопросы, а новых появляется очень редко. За год мы уже это набрали, нам сейчас нужно взглянуть на эту систему, собрать, систематизировать и уже, соответственно, работать вот с этим, мы считаем, в поселениях. Поэтому вот эта идея закрепления родилась вот уже сейчас, потому что мы готовы сейчас работать в этом режиме. Мы, более того, готовы перейти на новый уровень, потому что Общественная палата второго созыва отработала год, и он был во многом установочным, очень много организационных было моментов. И сейчас пришло время, набрали фундамент хороший, крепкий, да, уже для дальнейших свершений. Но очень много всего, выездной прием, пресс-конференции, отчет перед жителями, закрепление за территориями и много-много-много всего, что еще вот в планах на ближайший год. Таких перспектив. Самое главное в планах решить максимально все самые значимые вопросы, которые у нас еще накопились, и то, что мы не успели решить за этот год, очень хочется, особенно, которые старые вопросы нам сейчас удается сдвигать по шажками, да. Если в течение года нам, например, удастся решить максимально вопрос со школой лесного городка, потому что это одна из серьезных вопросов, там, с поликлиникой, с детскими садами, с детскими учреждениями, мы будем просто очень счастливы. Потому что организационно, мне кажется, мы уже максимально все придумали, но есть у нас еще идеи, о которых мы хотим, не хотим пока говорить. Будут сюрпризы. Что вообще показал вот этот год, год работы? Что он выявил для вас? Потому что вы, в принципе, работали и в предыдущем созыве ответственным секретарем, мы, конечно же, подхватили и второй созыв, да, чему, мне кажется, председатель общественной палаты Захар Юрьевич Иванов рад. То, что помощницу верного, надежного друга нашел. Ну, у нас в общественной палате все-таки все члены, все равны. Я, как председатель, я корректирую, курирую многие вопросы. Аслана Геннадьевна ведет фронт самый тяжелый в общественной деятельности. Это весь документ-оборот. Даже представить сложно, что это такое. Спасибо ей огромное. В прямом эфире могу сказать. Да, действительно, молодец. А у нас звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Мария Владимирович. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот я жилец, улица Молодежный, дом 40, город Одинцово. Ваше телевидение такую рекламку предоставляло, что Трансинстрой не получил лицензию. Хорошо. И мы, получается, законопослушные граждане, дозники по неволе. Никто нам не предоставил информацию о том, что входит наш дом в лицензию Трансинстрой или нет. Трансинстрой, говорит, платите. Там, говорит, не платите. И вот, как я говорю, получается так, что мы должники по неволе. Как бы это прояснить? Что хотя бы информацию на подъезд вешали с печатью, чтобы не было в людей никаких недомовок. Тихонечко, стой, подзвонимся, посмотрим. Есть ответ у меня на этот вопрос? Да. Да, Сергей Юрьевич. К сожалению, реформа ЖКХ в Московской области прошла не так гладко, как ожидалось. Ну, скажем так, приложим все усилия, чтобы ситуация исправлялась. Трансинстрой, я так знаю, затеял уже очень большие судебные процессы, чтобы вернуть под свое управление. Ну, более того, какие-то дома вернулись. Да, с некоторыми получили лицензию уже. Удалось решить вопрос. Нас ожидают сейчас еще целая череда конкурсов по выбору управляющих компаний. Я так думаю, что Трансинстрой компания действительно с именем своей позиции в районе вернет. Это мое личное мнение. Ситуация, конечно, не очень хорошая в плане того, что... Острая. Острая ситуация. Кто-то платил по этим платежкам, потом информация появилась, что по ним платить не надо. Я так думаю, что все платежи, которые ушли в компанию Трансинстрой, они не будут потеряны. Трансинстрой выполнит все свои обязательства перед жителями нашего района. А вот по этому дому мы отправим в комиссию по ЖКХ, они вам отзвонятся и скажут, какое решение состояния именно по этому дому Трансинстрой. Ну, в данный момент. Получила ли компания Трансинстрой лицензию или нет. Ну, вот еще одна, на самом деле, очень острая проблема, которая просто как снежный ком будет возрастать каждым днем. И я думаю, что в общественную палату масса звонков поступает по этому поводу. Постоянно отвечаем на этот вопрос, можно ли оплачивать квитанцию той или иной управляющей компанией. У нас уже есть информация, при комиссии ЖКХ уже есть таблички, актуальные, когда они с администрацией находятся. В постоянном взаимодействии выясняют состояние именно по каждому дому. И дают рекомендации уже жителям, что делать дальше. Или ждать, или оплачивать. И что будет, если, соответственно, уже оплатил. Хуже всего, мне кажется, пенсионерам. Потому что они также видели информацию о том, что управляющей компанией платить нельзя. И теперь не оплачивают и не получают свои субсидии. Их больше всего беспокоит, они отражают свое мнение в обращении, больше всего беспокоят, а не будет ли потом проблемой в компенсации. Даже уже есть факты о том, что квитанцию оплатил, а нам пока субсидии не перечисляют. С управляющей компанией связано ли это с тем, что мы не должны были платить квитанции? Ну, в общем, этим в том числе и занимаются члены общественной палаты. Помогают. Все время консультируют, рассказывают. Консультируют, разъясняют по тем или иным вопросам. Да, вот в период именно смены управляющих компаний, у нас все время на телефоне горячей линии, постоянно отвечаем на эти вопросы. И именно в текущем состоянии, и, соответственно, отзваниваемся. Спасибо огромное, что сегодня были с нами. Это была программа. Разберемся. Всего доброго и до свидания. Спасибо. Спасибо. Ажур – это экспресс-студия плетения коз и создания оригинальных причесок. За 15 минут мастера создадут вам неповторимый образ по демократичным ценам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...